Когда речь идет о супергеройской индустрии, то как правило все сводится к довольно банальному вопросу. Marvel или DC, DC или Marvel, кто круче, кто интереснее, кто богаче и так далее. Что же, хоть сейчас студия си немного вырвалась вперед по обсуждению и резонансу, оно и не удивительно в связи с выходом второго отряда самоубийц. Сам этот выход назвать удачным в плане кассовых сборов уж точно нельзя. И конечно можно все списывать на пандемию, но вот автор Дэдпула решил копнуть гораздо глубже. И в своих более чем резких высказываниях просто стер DC в порошок. Чем конечно уже вызвал ярость поклонников синих. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, может быть кто-то и не в курсе, кто такой Роб Лайфилд, но вы определенно знаете его, пожалуй, самое значимое творение Дэдпула. Да-да, именно этот чувак подарил миру, пожалуй, одного из наиболее противоречивых и ярких супергероев, который в кратчайшие сроки стал просто культовым персонажем. Короче говоря, Лайфилд уже давно получил статус глобальной фигуры на поле поп-культуры и комиксов в том числе, так что Мэтр частенько позволяет себе высказывания более чем резкие, и уж точно они такие политкорректные, как это принято сейчас в наше время. Причем если ранее от старины Роба доставалось, так скажем, своим, я имею ввиду Марвел и лично Кевина Файги, то теперь ветеран комик-культуры направил свои стрелы против студии DC, по сути уничтожив ее целой серии своих твитов. Сперва Роба отреагировал на твит, в котором говорилось, что отряд самоубийцы с бюджетом в 185 миллионов долларов собрал за первые выходные всего на 3 ляма больше, чем тот же Mortal Kombat ранее в этом году. И что, мол, не нужно все сгонять на пандемию, а DC ждут большие перемены. На это создатель Дэдпула написал, «Тогда избавьтесь от всех, сверху донизу, начните сначала». Что уже, конечно, более чем резко и говорит о том, что Лайфилд не питает никакого пиетета к коллегам из DC. Затем он написал, «К сожалению, на данный момент DC – это просто поврежденный бренд. Марвел оторвались таким впечатляющим образом, а DC потерял позиции на всех направлениях». Когда его спросили, почему он так считает, создатель комиксов ответил, «Годы без хозяйственности». Лайфилд добавил, «Не сомневайтесь, «Отряд самоубийц – отличный фильм». Джеймс Ганн добавил, «Так много стиля и души, проблема глубже, помимо пандемии и потокового вещания. С нетерпением жду миротворца». Если кто вдруг не в курсе, «Миротворец» – это предстоящий сериал о персонаже Джона Сина из «Второго отряда», который должен выйти в начале 2022 года на HBO Max и который полностью написал Джеймс Ганн, а также лично срежиссировал 5 из 8 его эпизодов. Данный проект, к слову, должен запустить целую телевизионную, если так можно назвать, вселенную DC, тем самым усложнив и дополнив основную DC-шную киновселенную. А еще автор Дэдпула прокомментировал пост своего собеседника, написавшего очень здравую и простую мысль, цитирую, «Пожалуйста, объясните мне это. Почему никто не понимает, что если вы поставите это на HBO Max, никто не пойдет в кинотеатр? Почему это трудно понять?» На что Лайфилд добавил, «Мол, кроме прочего, эти цифры появятся, как я понимаю цифры сборов на HBO Max, появятся завтра, но они не будут иметь никакого значения». Что по факту абсолютная правда. Ведь да, сперва фильмы при выходе с одновременным релизом получают толчок по сборам из-за цифрового доступа, но затем в кратчайшие сроки появляется такая яма из-за него же, что данные небольшие суммы сжираются просто на корню. Короче, как видите, автор Дэдпула прошелся по DC сверху донизу, призвав к чертовой матери распустить всю эту шарагу и начать с ноля, а также заявив, что их конкуренты из Marvel безнадежно оторвались вперед. Конечно, многих такие резкие слова привели в возмущение, оно и не удивительно, вот только сложно отрицать тот факт, что в самом деле с менеджментом DC-шников и их боссов в Warner Bros. какие-то проблемы. И эти ребята, несмотря на отдельные, более чем удачные проекты, так и не смогли до сих пор выстроить слаженную, надежную и, главное, стабильную систему. Что же, может быть грядущее слияние с Discovery, которое уже началось изменить ситуацию, а пока напишите, согласны ли вы со словами автора Дэдпула и что думаете о будущем DC, будет интересно почитать. А также не забудьте поддержать нас лайком и подписаться на наш канал. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.